Вы наверняка понимаете, почему и мы сейчас вот так сосредоточились на этих 11 тысячах, и люди, когда читают новости как о достижении, что приравняют, значит, мрот к прожиточному минимуму, они реагируют на это остро еще вот по какой причине. Все всегда следят за зарплатами чиновников. Всем это, вот мы даже по поводу с коллегами знаем, как это интересно. И все, вы, наверное, помните в конце года, когда в открытых данных на сайте Минфина же все увидели зарплаты министров, увидели, что у вас из всех министров самая большая зарплата, 1 миллион 700 с чем-то тысяч, среднемесячно, если не ошибаюсь. Все вот стали это сразу обсуждать. А вот за что? Вот вы сами как считаете? Это вот действительно, вот вы говорите, да, там Минфин разбирается зачастую лучше, чем даже отраслевые ведомства. Но это действительно, это адекватный уровень оплаты труда? Это социально справедливо вот при такой средней зарплате в экономике, которая у нас есть, и медианной там, тем более? Понятно. Но средняя зарплата у нас... Ну не 11 тысяч, естественно, она выше. Да, конечно. Около 36 тысяч, насколько я понимаю. Вы знаете, вы так, я понял, подвели к этому вопросу. Нет, вот честно говоря, мы даже переграли сценарий. Понятно. Так получилось. А сколько должен получать министр, скажите, пожалуйста? Вот на ваших лицах. Давайте я скажу. Вы живете в Москве, ну 100 тысяч может получать. У вас есть машина, у вас есть аппарат, вас покормят в Огарево, в горках, в самолете. Вы не обижаетесь? Я не обижаюсь, я просто, вот, я хочу сказать, что да, у меня есть служебная машина. Меня никто не кормит. Естественно, мы за и Остовову, и в Министерстве финансов, и где-то еще, и плачу за счет своей зарплаты. Поэтому каких-то привилегий у министров, кроме автомобилей и служебного телефона, больше нет. В принципе, больше и не надо. Это на самом деле больше не надо. Это стандартный набор бизнес, такого социального пакета в компаниях, в государственных компаниях и так далее. Ну да, что-то просто чувствует себя комфортно. Вы знаете, у нас сейчас много создается государственных компаний. Или даже учреждений. В министерстве создает учреждения. А какой уровень зарплат назначить работникам госкомпаний или работникам учреждений? Как какой? Конечно, рыночный, отвечают. Мы Минфин спрашиваем, а почему рыночный? Ну, как же мы должны привлечь туда высококлассных людей, специалистов? Если их не будет, ну, какие могут быть услуги, оказанные такой компанией или бюджетным учреждениям? Вроде все понятно, все логично. Вопрос про зарплату министров. У нас в министерстве, на самом деле, действительно, мы установили определенный порядок выплаты зарплаты. У нас специалисты в Минфине, если вы знаете, заместители министра, директора департаментов, это такой штучный подход. Понимаете? Извините, пожалуйста, что я забываю это слово. Потому что мы привлекаем людей, действительно, с рынка, мы привлекаем людей из банков, мы привлекаем людей, которые делают финансовую политику. Вопрос, сколько такие люди должны получать зарплату? Да, они могут получать, действительно, значит, ну, не знаю, там, ну, сколько, там, 50 тысяч. Они должны получать рыночный уровень, чтобы они шли туда не только за зарплату, а за интересные работы, которые вы вот сами любите в своей работе. Абсолютно, абсолютно. И я хочу сказать, что у нас такая система сложилась не только в Минфине, но и в подведомственных службах. Мы тоже проводим с тем, чтобы руководитель подведомственных Минфинных служб имел достойную заработную плату. Вопрос. А почему другие получают меньше? Отвечаю следующее, что, кстати говоря, еще в решениях где-то шестилетней давности, значит, есть такие решения о том, что нужно выводить уровень заплаты государственного служащего на конкурентные параметры. Поэтому, да, безусловно, я хочу сказать, в Минфине у нас зарплаты неплохие, высокие, но это дает возможность нам, во-первых, а, спросить с тех работников, которые их получают, и, конечно, мы имеем высококлассных работников, которые у нас трудятся. Если мы говорим о том, что, ребят, работайте на одном энтузиазме, это можно сделать, но когда надолго на одном энтузиазме не проедешь, если честно. А работать нам приходится побольше, чем в других ведомствах. Это я вас уверяю. Наши специалисты работают, я хочу сказать, по 12, по 14 часов без всяких... А вы свой оклад считаете большим, достойным, средним, комфортным для вас? Ну, вот именно ваша оценка... Я считаю, что он, да, действительно, у меня высокий оклад. Высокий. Я с этим не спорю. Но это соответствует уровню вашего занятости. Еще раз повторюсь, что система оплаты труда, система мотивации сотрудников в Минфине, в рамках общего фонда оплаты труда, который есть в Минфине, в Минэкономике, в Минтруде и так далее, у нас общие подходы к определению фонда оплаты труда. Но система мотивации в Минфине, она несколько отличается от этого.